1 сентября за партой новой школы номер 123 Ворошиловского района, рассчитанной на тысячи учеников, сели ребята из 36 классов, в числе которых 7 первых. С началом учебного года школьников поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что 1 сентября новая школа встретила в полной готовности, со стопроцентной комплектацией педагогического состава. Когда мне говорят дети другие, я, нет, дети у нас хорошие, они всегда хорошие, в любой период времени, они у нас всегда хорошие. А вот то знание, которое они получат, и с чем они уйдут дальше в будущую жизнь, это зависит от нас. Сегодня я всех поздравляю, жителей Волгоградской области, всех поздравляю с началом нового учебного года. Очень хорошее событие. Мы ждали и готовились к нему очень долго. Да, очень долго. И, конечно, сегодня мы встречаем его с хорошим устроением, с хорошей подготовкой. Все учебные заведения Волгоградской области начали учебный год. Школа оснащена всем необходимым для осуществления комплексного и современного учебного процесса. Помимо учебных классов здесь есть цифровые лаборатории, мультимедийные комплексы, масштабное спортивное ядро и многое другое. Возможности нового учебного заведения позволяют всем ребятам заниматься только в первую смену. Андрей Бочаров пообщался со школьниками, провел лекцию об истории Волгоградской области, посетил товарищеский футбольный матч и мастер-классы. Кроме того, глава региона подчеркнул, развитие прилегающей к школе территории будет продолжено. Вот сейчас в рамках реализации таких проектов, как наша школа, новая школа, естественно, главное, что создавать вокруг всего этого, не только сам объект, как я говорил, строить его, либо реконструировать, но создавать полностью новую инфраструктуру, которая будет работать полностью на весь этот микрорайон и на жителей микрорайона. Так, в ходе строительства школы были построены сразу два участка дороги по улицам Саши Филипповой и Ставропольской, что связало целый квартал со второй продольной магистралью, значительно повысив транспортную доступность. В настоящий момент разрабатывается проект продления пешеходной зоны до улицы Ордатовской. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.